Боже милости будь ко мне грешным Создал ты помил меня С числа я скрешил Господи Прости меня грешного Нам всегда следует прославлять Тебя Богородицу Родившую Бога Всегда блаживающую порока Матери Бога нашего Заслуживающего даже большего почитания И достойного большего прославления Безболезненно родившую Сына Божия Истинную Богородицу Тебя величаю Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И во веки веков Аминь И помилуй Господи Помилуй Господи Благослови Господь Иисус Христос Сын Божий молит ради почистой Твоей Матери Силой очищающего креста И Святого Хранителя И всех ради святых Помилуй Имне грешного Потому как Ты благ и человеколюбец Аминь Сайт Небесный Утяжйте И вездесущий И весь мир наполняющий Источные Источники Примсяли из нас И очисти нас От всякой скверны И спасиб Силой God иshirts Святые Божи Святые Крептик Святые Бессмертные Помилуй нас В Божи Святые Крепки Силой Бессмертные Помилуй нас Святые Божи Святые Крепки Святые Бессмертные Помилуй нас Слава Отцу и Сыну Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Просвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыка, прости без нашей святой, посети и исцели немощи наше имя. Роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавайся на людей, и прости нам грехи наши, ибо всякому должнику нашу. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Волостав, после сна приводаем к стопам Твоим благе, и ангельскую песню сглашаем Тебе. Свят, свят, святый Божий. Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети ей сердце, и открой уставы, чтобы воспевать Тебя святой. Свят, свят, святый Божий. Молитвуем Богородица, помилуй нас. Ныне и всегда, и во веки веков. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, святый Божий. Молитвуем Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное этого человеколюбия и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могу. И ныне просвети и мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою ста моей, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Прийти, поклонимся Царю нашему Богу. Прийти, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Семнадцатый Псалом Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, синий вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания перед ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи. От донанивения духа гнева Твоего. Он простил руку с высоты, и взял меня, и излег меня из вот ноги. И избавил меня от врага моего сильного, и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место, и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я охранил пути Господни, и не был нечестивым перед Богом моим. Ибо все заповеди Его передо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорощен перед Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих перед очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренним, с чистым, чистым. А с лукавым по лукавству Его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надмены унижаешь. Ты возжигаешь, святильник мой, Господи. Бог мой просвещает мум мою. С тобой я поражаю войско. С Богом моего схожу на стену. Бог, не порочен путь Его, чисто Слово Господа, и щит Он для всех уповающих на Его. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь. Делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих, и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо Ты припоясывал меня силою для войны, и не изложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне ты у врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они попьют, но нет спасающего, как Господу, но Он не внемлит им. Я рассеиваю их, как прах при лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой наплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуется мне. Иноплеменники ласкательствуют передо мною. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благоцензий защитник мой, да будет превознесет Бог спасение моего. Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня. Я человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазанку Твоему Давиду и потомству его вовеки. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего пред Тобой, и избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Аминь, и подвергаясь от суждения, открыть мою недостойную устаю, восхвалить Святое имя Твое. Отца и Сына и Святого Духа нын и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, преподая к стопам Твоим. Взывай, не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, ими меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христи Божий. И спаси меня. Владыка, чьи, встал после сна, и при этом принимаешь за угодные Тебе дела. И я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем избавь меня от всякого зла, и от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди Твою вечную. Ибо Ты, мой Творец и Источник, и Податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 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 Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Божий, сил бесклотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие до земли, наблюдающие помыслы, ясноведающие тайны человеческие, безначальный, вечный, бедный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты Сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы все время надеялись на обилие сострадания Твоего. Творим Тебе из нечистых. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом. И мыслью, вольной и невольной, очисти нас от всякой мечты и плоти и Духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия одинородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придет со славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Него радость и божественный чертог славы Его, где непрестанно божествующих и невыразима радость велищих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты и свет, проспет и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечными. Аминь. Святый ангел, поставленный божественным бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко неопустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Бог, покоритель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в следующий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятаяся моя Богородица, святыми Твоими мольбами отгони от меня ничтожного линия раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищу. И избахни от многих любительных воспоминаний, намерений, и от всякого злого воздействия, ибо Ты вина от всех родов, и Твое Пречистое, и Твое Сова веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Владимир, Стас, Анатолий, Виталий, Сергий, Ольга, Елена, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Благородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой, благословена Ты среди жен и благослови дерева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакиму путешествующего, возврати родители моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетели всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи, утешь, и силу Твоей дару им здравие и спасение души, ибо Ты благ, и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших, рабов Твоих, родителей, родителей, и всех православных христиан. Со святыми и у покоя, Христе, души рабов Твоих, прадцев и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, бесконечно, просим все грехи вольны и невольны, и дар Своя Небесная воистину достойно прославлять Тебя, как Богородица, всегда блаженную и пренепорочную. И Матерь нашего Бога, мы увеличаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога, достойную большей почести, чем Херубин, и несравненно славнейшую, нежели Серафи. Слава Отцу и Сыну Святому, и ныне, и всегда, и во веки веков, Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли в ради Прочистой Твоей Матери, преподобной Богоносных Отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое пописание. Спасибо. Слава Отцу и Сыне Божий, крепкую веру. Научи и благоговеть пред Тобой, удостоить крепкой веры нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи благочестиво-добрительное жить, быть добрыми, полезными людьми. Дай им здравия душевно и телесно, успех в трудах, избавь их от хитрых козьих дьяволов, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистости и всех святых, приведи их в тихое пристань Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, с творящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших. Ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели свои предметы, отребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего. Твоего спасения, потому что Ты, источник премудрости, Тебе слава возносим всегда и неприснан, во веки веков. Аминь. Моя. Игнатий Тихонович, молитесь, микрофон включить, снег не включить. Пусть и Господи помилуй, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Васильева, Иоанна, Михаила Наума, Кирилла Амбросия, Вадима Засимовича, Андрея Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, диаконах Евгения, Александра Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона и весь священнический иноческий чин. И вышли истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающие священника, если угодно тебе, Господи. Смири власти воинствованные, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, дабы издавали мудрые законы и дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них, Владимира Дмитрия, Дональда Рамзана, Владимира Александра, Дагена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. Господи, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отсутничество от Тебя. Слава Тебе, Боже, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованное Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в этот день сохрани нас от всякого греха, от всего, что не славит Тебя, и от непосильных искушений. И защити жилища наше и селение от пожара, воров, нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, сына и Владимира, братья. Болящую Людмилу и слави. Любовь Владимира, Алексея и Иосифа. Причи добрые жители с детьми, любящими уставы твои, знающими закон твой, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадо и Виктору, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рафиль, Ездру, Русика, и дару истинную веру Самире, Тимуру, дабы не верили лже-пророкам. Возри на угрозы, на пакости, творимые врагами. Утиши их злобу, примири их с нами, если угодно тебе, и в судный день не помяни их безумия, посетить благодетели воздавим добром, Елену, Людмилу, и обрати Евгения, Наталью, надежду, Эдуарда, Юрию, и найди отступников, устраши их, и верни на путь спасения Николая, Михаила, Александра, Юлии, и благослови Максима, и от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, и найди все наше родство, и дайки Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марии, Татьяну. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, благослови Екатерину, Екатерину, Галину. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче, свят, свят, свят Господь, Савауг, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышней Богу, на земле мир, в человеках благоволения, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия, за этот великий дар неба. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне Святую Библию, и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Посети, Господи, болящих, дай силу перенести страдания и пошли в исцеление Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Алевтину, Людмилу, Марию, Александру, Татьяну, Татьяну, Нину. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. И Романа, избавь по духу лжи, благослови Виталия, Никиту. Дай им желание трудиться в поте лица. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, сохрани наше сокровище в интернете и книги здесь, и в пути трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, 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 и обрати к себе Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Леонида. Слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Воздай Господи добром, помогавшим нам в путешествии. И посеянно дадас обильные сходы воды. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. Хвала Тебе. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, ангел мой, не покинев смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Иоанн, креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мир векийский, чудотворец, моли Бога о нас. Бои святые, пророки Илья, Елисея, Нох, Моисея, Самуила, Аарон, Иов, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи, Езра, Нееми, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Изыки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрахи, пророк Михея, Абрам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, с соделанных Духи Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьи и предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликаб, Смирский, Устин, философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Сносис, Пантелеемон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста, Антиму, Вениамину, дай веру, устрашив родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасия Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Иоанн Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысля тихо, прозруши, разве и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святых жены и девы, фёкла первомущеница, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина, Да дарует Господь жёнам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохранив от всяческого поругания и справки и покоривость Галины, семействию, Евгения, Надежды, Пависы, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воздияния рук как жертву вечерней и благоухания приятной перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Вот и, Господь, Бог Всевышний, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам молитвы о них ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа. И исполни ее о всех заповедавших нам молитвы о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Аминь. Доброе утро всем. Так, вопрос ко всем. У вас, когда считал Сергей Павлович, прерывались или нет слова его? Доброе утро, Аминь, да, прерывались. Аминь, доброе утро, прерывались. Это нехорошо. Я заметил, притом, как будто кто-то выяснился. Он говорит, во имя отца считает, сына. А святого духа ни звука нету. Как будто кто-то стоит там на каком-то пульте. Я знаю, что это машина делает. Надо сделать, годится. Такая молитва не идет. Обязательно это надо выправить. Потому что мне сколько звонит, прерывания ни от кого нету. Ну, я выставляю ролики. Там видно, ни одного слова не выкидывают. Не знаю, почему. Дальше. Вот эти молитвы, которые считают. Я там говорил в веки, веков не говорить. Сегодня не было совсем. Ибо твое и старство, сила и слава вовеки. Это по Матфею считается. Полностью выброшено. Это совсем никуда не годится. Может быть, и машина-то она поддерживает, пропуски делает. Игнатий Иванович, он по Луки прочитал сегодня. Да зачем нам по Луки проще, когда считают везде от Матфея. Ну, только закрепиться на том, что ладно, выбросил, да и все. Церковь приняла считать только от Матфея. Я не знаю, почему. Люди-то не могут сообразить это. Было так, а сейчас так. У нас все уже установлено. Не надо вводить. Потому что ни в одном молитвословии, ни в одном, нигде нету, чтобы без этих слов. Ибо твое есть старство. Мы просим, и он может выполнить это. Твое есть старство, сила и слава. У нас считали тоже, когда батюшки нет. Досчитают до этого. А теперь все везде, в обоих общинах считают, и пропусков нету. Это надо сделать. Там раз можно все и сделать, почему же нет-то? Считать даже вот эти, считайте сейчас вопросы и ответы. Они делают пропуски. И люди, ну ничего нет, десятки пропусков. Чего там не хватает? Я не знаю. Помощь какая-то нужна у нас есть, кому обратиться? К Вячеславу Семенову. Здесь Виталий понимает. Гляжу, Анатолий, Сергей Астахов. И других я не знаю людей, кто. Надо сделать это, сделать сегодня же. Все дела отставить. Никуда не ходить. Мы самую важную миссию, ну просто нехорошо. Мы ее под корень рубим. Какая молитва, когда я не слышу, читать не могу, а тут нету, слов нету. Даже зная молитвы, где оно все рассыпается, душа бунтует против того, что делается. Вот все. Братья, а если у меня по Wi-Fi смартфон подключен, это может тормозить интернет? Я думаю, да. Сейчас отключил, проверим. Может быть, в этом причина. А он не может. Ну все. Разобрались, слава богу. Так. Так. какие пакеты пропадают информации во имя отца и сына и святого духа книга открытым оком тема русская православная церковь том 13 вопрос 2816 могли бы вы в письменном виде мотивировать свой переход к зарубежникам отвечает игнатий тихонович лапкин я о том говорил и писал уже не раз мы хотели жить во христе чтобы можно было выполнять соборные правила чтобы у нас был верующий священник верующий близкий нам епископ чтобы можно было выполнить оглашенные изыдите чтобы библия заняла подобающее ей царское положение в нашей среде мы это все получили в избытке притчи 13 4 душа ленивого желает но тщетно а душа прилежных насытиться благодарности наши нет предела за услышанные богом молитвы наши и что созданы две общины по указанному образцу с нами наш епископ и в тихий курочкин нам помогло еще и то чтобы видимо что мы все делали с нуля второе коринфянам 10 16 и так чтобы и далее вас проповедовать евангелие а не хвалиться готовым в чужом уделе подобных общины нет ни в московской патриархии не в рпцз о чем говорит любой кто побывал у нас пожил с нами только бог иегова мог все это сотворить войти в московскую патриархию иов 7 15 душа моя желает лучшее прекращение дыхание лучше смерти нежели сбережения костей моих если господь допустит чтобы наше наследие захватили враги из московской патриархии тогда будем вопиять с пророком михея 7 1 горе мне ибо со мною теперь как по собрании летних плодов как по уборке винограда ни одной ягоды для еды не спелого плода которого желает душа моя мастерству учиться каждый день до филигранности оттачивать умение испепелить и небрежность злую лень в бой продолжать сонливостью и ленью заколосится поле всем надива и полным голосом наполнит закрома исправит то что оказалось криво поставит на ноги привыкшие хромать да не отходит библия от глаз читающих писания построчно в суровый путь премудрость уводит нас расстаться просит с прихотью порочной путем извилистым водительство начнет полз горкам по холмам и до вершины нам ощутить ее придется гонет но мы же сами так в себе решили за годами по крупицам собирать приходится авторитет и опыт иное повторить почти сто крат примерив все за отбросив все что против передо мною библия лежит она мне хлеб будильник календарь и лишний раз не даст меня смежить проверит как готов мой инвентарь на первом месте плуг по целине не по засеянному на своей делянке стихами склепанная не на чужой слюне не в расслаблении не говоря про пьянку будь мастером засева глав и книг канонами воспользоваться умно за тридцать лет пойдет работы пик зерном завалены хранилище и гумно авторитету библии дадим зеленый свет во имя иеговы до измождения труд так на лозе христе моя заметно ветвь засохшая же выброситься как негодный труп 13 сентября 2005 год игнатий лапкин не было пропадания действительно видимо смартфон аллилуйя так братья молитесь чтобы нам делать прямые трансляции с ползунового время занятий я думаю что надо именно с ползунова делать и чтобы люди в прямом эфире могли задавать вопросы а то у нас шибко умные стали вопросы нет вопросов один только вячеслав то и задает считай до ромов ролика больше было бы интересно я думаю но предложили насчет собраний тут тоже надо помолиться как бы собранием вроде мы выставляем открыто присутствовать на нем задавая вопросы хотя тоже что-то в этом есть мы же церковь вселенской каждый человек желающий может войти в церковь хотя у нас не принято приглашать хотя дни открытки дверей были тоже но это бог так сделал что они не будет ничего не могут просто слушать и все через интернет задавать вопросы высказываться ни у кого не будет возможности славно так продолжаем во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком тема русская православная церковь том 17 вопрос 3117 вы могли бы поехать с братом и акимом в америку на все зарубежный собор и вам могли бы там дать сказать слово минут пять чтобы успели сказать за эти пять чтобы успели сказать за эти пять минут чтобы хотя одну душу там пробудить отвечает игнати тихонович лапкин цитата руси никогда не была святой ибо слово божие никогда в ней не было поставлено во главу угла библия была переведена на русский язык только в 1876 году как говорит иоанн златоуст что если не изучаешь слово божие то ты его нарушаешь а нарушая погибаешь и все от того что не читаешь закон божий в россии не познали боже воли божии как и в израиле псалом 106 11 ибо не покорялись словам божиим и не брегли о воле всевышнего ныне заканчивается расплата за грехи отцов наших не искавших познания воли божий плач иеремии 57 отцы наши грешили их уже нет а мы несем наказание за беззаконие их при решении любого вопроса нужно всегда помнить что бог она судит только по слову своему то есть опять же по святой библии исайя 8 20 обращайтесь к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света на страшном судилище божьим когда уже сгорит земля и все дела на ней бог иегова будет судить всех и нас в том числе только по святому евангелию ивана 12 48 отвергающие меня и не принимающий слов моих имеют судью себе слово которое я говорил она будет судить его в последний день священное писание учит нас и напоминает тысячи кратно что прошлое и настоящее израиля весьма полезно знать нам и не повторять его ошибок 1 коринфянам 10 6 11 а это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое как они были походливы все это происходило с ними как образы а описано у наставления нам достигшим последних веков мы можем поверить что русская иммиграция есть как бы малый осколок ушедший императорской россии и судим потому что слово божие не стало основой всей деятельности церкви за границей здесь как и в московской патриархии главное внимание и усердие остается богослужению они проповеди не евангелизации населения потому легко понять что и в царской руси не было а в лечение не остается не остается а отдается то есть сегодня это делают они отдаются богослужения заново здесь как и в московской патриархии главное внимание и усердие отдается богослужению они проповеди не евангелизации населения потому легко понять что и в царской руси не было обличения в силу духа святого что непременно выразилось бы именно в проповеди лука 24 49 и я пошлю обетование отца моего на вас вы же оставайтесь в городе иерусалиме доколе не облечетесь силы свыше деяние 18 но вы примете силу когда сойдет на вас дух святой и будете мне свидетелями в иерусалиме и во всей иудеи и самарии и даже до края земли внешне объединение структур детская игра это совершенно ничего не дает кроме потери имущества и храмов но если бы было единение вокруг христа по слову его тогда было бы оживотворение воскресения из мертвых не нужно препятствовать объединению того что никогда и не разнилось объединение смертельно опасно там где есть духовная жизнь где есть соблюдение канонов церкви дисциплина церковная где знают что такое рождение свыше исполнение духом святым что такое жизнь во христе второе коринфянам 6 14 не преклоняйтесь по чужой ермо с неверными ибо какое общение праведности с беззаконием что общего у света со тьмою священники на исповеди должны вопрошать исповедуют ли люди христа перед миром и если не исповедуют то и не допускать их до причастия как врагов слов христа иисуса матфея 10 32 и так всякого кто исповедует меня пред людьми того исповедую и я пред отцом моим небесным соборно признать что путь за творчество молчальничество бегство от мира есть путь анти евангельский марка 6 15 и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари от марка 16 15 и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари нужно основательно раскается в том что шли тысячи лет в другом направлении от этих слов христа и возлюбить веру евангельскую они веру монашескую привезенную к нам из византии и в этом решении быть всем единодушными филиппийцам 127 только живите достойно благовествования христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую осудить преступнейшее белое движение которое еще грешнее красного террора ибо делалось ей уже под знаком христа и креста белое движение это путь исмаила 4 царство 25 25 назначенная чаша гнева господня должна быть выпита без остатка и за это нужно славить бога от всего сердца бог настоятельно советовал безропотно идти в плен вавилонский а патриоты израиля россии белой погубили его ее не послушав пророков амоса и иеремию амос 7 11 израиль белая миграция непременно отведен будет пленным из земли своей иеремия 49 12 ибо так говорит господь вот и те которым не суждено было пить чашу непременно будут пить ее и ты ли останешься ненаказанным нет не останешься ненаказанным но непременно будешь пить чашу откровение 13 10 кто ведет в плен тот сам пойдет в плен кто мечом убивает тому самому надлежит быть убит у мечом здесь терпение и вера святых и спросим прощения и бог помилует и соберет нас во едино как курица птенцов своих 3 изра 1 30 аминь пасхальную историю прочесть удастся ли в сегодняшнем трезвоне уставшие при грудах кирпичей при фараоновом обдуманном резоне зашкалили страдания несусветно стенания и вопли затопили нил спешит на помощь агнец однолетний он в полнолуние и гнячью кровь пролил исход свершился нации евреев египет учится самое делать кирпичи свободы знамя непривычно рейд свободе сын отца начал учить о пасха избавление только образ а лет 1600 идет урок про ней как в танке прорезь читать учились явно между строк лицо второе троицы святой единородный сын от приснодевы он засвидетельствовал кровью и водой и духом убеждающим кто слева исход сегодняшний лишь предстоит еще для многих поклоняющихся в храме при крестном знамении левое плечо рука не достает крест искривляют рьяно крест истина христов у тех кто с ним через раскаяние явно примирился в чьей хижине иисус стал господин с отцом и духом троицей в трех лицах к апостолам слабейший пол бежит иерусалим наполнен странной вестью что распитый мятежник вдруг ожил непрорываемые наполненные сети тысячелетия не кончится исход по алтарям христа приносят в жертву и мажут вход уста иисус войдет кто был последним ныне станет первым 24 апреля 2006 год игнатий лавкин стихотворение как раз к вопросу все понимаешь что их нет таких стихов нигде эти стихи то назвать с натяжкой может стихами это проповедь в стихах стихи во имя отца и сына и святого духа аминь подожди сообщение книга открытым оком тема русская православная церковь том 17 вопрос 3120 были же и публикации о готовящемся соборе за границей кто говорит правильно а кто сам от себя можно ли это узнать а то читаешь одних говорят верно читаешь противоположно и тоже вроде бы говорят правильно отвечает игнатий тихонович лапкин публикации московской патриархии невозможно рассматривать одно сплошное вранье и хитросплетение но вот церковно общественный орган русской православной церкви за границей православная русь и приложение к нему православная жизнь наполнены точно такой же дымной завесой и думаешь вот для чего вам нужно было очень стараться тысячелетия чтобы народ был вдалеке от библии чтобы можно было им манипулировать мыкать его по закуткам как слепых котят год издания семьдесят седьмой выходит два раза в месяц номер четыре тысяча девятьсот тысяча семьсот девяносто три пятнадцатого по новому стилю двадцать восьмого февраля две тысячи шестого года цитата как мы готовимся к всесорубежному собору первые четыре страницы отданы протеерею Виктору Потапову ну думаю этот-то мужик башковитый и даже внешне похож на отца Александра Меня он разложит все по пунктам но когда прочитал только сплеснул руками что же сделало с ним я же его лично знаю жил у него в доме в Вашингтоне в его обаятельной семье он приводит только одно местописание о римлянам 7.15.24 не поленитесь прочитать его сразу он как бы сопровождает это место из Библии так все мы воспринимаем зло вне нас за оградой нашей общественной личности но и в нас самих мы видим как таинственным образом общественной собственной ты смотри как заменяешь слово собственной и общественной это противоположное общественной личности благодарю все мы воспринимаем в Вашингтоне 7.15.24 написано прочитать не поленитесь и сразу прочитай хорошо написано лично он считает общественной совершенно не знаю куда там не стоит не могу объяснить я считаю это внутри изнутри то парад не работает то вообще нас переставит это все наша самость так давит так мне нужно коллективе попасть ты говоришь в молитвословии отчина только в Евангелии а в молитвословии эти слов нет ну и что оборвано нет нет нельзя не прибавить что непонятно что вы глаза закатываете бог сказал человек это же еще одно ходом уровне там не написано что эти последние слова должен считать священник нигде этого нету это все человек придумал что вы столько лет живете рядом и ничему не научились вы набила меня почему-то когда божий авторитет относительно наших слов и где не сказано относительно божьих не добавить не добавить ну да вы в точности исполнить нам не надо решать а какая разница грамотно и больно я тут пишу не поленитесь просчитать его сразу а он идет дальше там прям слова написать не поленитесь тем более открытием это несколько секунд во имя отца и сына и святого духа аминь не ошибка никакая это затмение он приводит только одно местописание римлянам 1524 да не 15 а 7 глава ну сергей что ж ты делаешь помолитесь о мне у меня какой-то бесциферный залез я уже замучился он приводит только одно местописание римлянам 7 1524 ибо не понимаю что делаю потому что не то делаю что хочу а что ненавижу то делаю если же делаю то чего не хочу то соглашаюсь с законом что он добр а потому уже не я делаю то но живущий во мне грех ибо знаю что не живет во мне то есть в плоти моей доброе потому что желание добра есть во мне но чтобы делать оное того не нахожу между tehd aparece то что нет в следующем он но живущий во мне грех и так я нахожу закон что когда хочу делать и доброе прилежит мне злое ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие В законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Не поленитесь прочитать его сразу, он как бы сопровождает это место из Библии так. Все мы воспринимаем зло вне нас, за оградой нашей собственной личности, но и в нас самих мы видим, как таинственным образом зло уживается в наших душах рядом с добром. Каждый из нас вместе с апостолом скорбит, говоря, не понимаю, как я не делаю того, что хочу, а делаю то, что ненавижу. Это потому вероятно, что не я делаю, но живущий во мне грех. Во-первых, это место писания звучит несколько не так. Римлянам 7.15.17 Ни о какой раздвоенности в христианине нет и речи у Павла. Это попыток придумали, чтобы бесконечно играть роль любвистов и попирать каноны на эпитемию, игра со смертью. Здесь сразу возникает минимум два вопроса. Или действительно так отец Виктор понимает, или хитро обводит слепотствующих словами Павла и оправдывает грех вседозволенность. И все клонит к тому, чтобы не имели претензий к сергианской КГБшной патриархии. А лучше бы за собой глядели все же грешники, все же двойственные натуры. Если именно так понимает господин Потапов слова апостола Павла, то как же отец Виктор мог стать батюшкой? Значит, так он и учил свою паству и держал их в склепе подзаконных иудеев, не помышляя о благодати Христовой, кроме причастия, причастия и причастия. Чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь. В послании же к римлянам апостол Павел говорит о ветхой природе человека, о ее характеристике, обнаруженной законом Моисея. Вот как растолковывает это блаженный фефилакт, используя толкование Иоанна Златоуста. Благодарение Христу, освободившему нас от такого зла. Все это говорит о людях, живших до пришествия Христа во плоти, хотя представил самого себя. «Потому что не то делаю, что хочу, так выражается вместо следующего, ибо тогдашние люди не то делали, что хотели». Родившиеся свыше люди ныне говорят иначе от подзаконных иудеев. 2 Коринфянам 5.15 «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Галатам 2.20 «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Иоанна 8.34-36 «И Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Деяние 26.18 «Открылись глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». 1 Иоанна 3.9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». «Больше греха на том, что оправдывает грех». Римлянам 6.2.7.10 «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Ибо умерший освободился от греха. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога». Если уж отец Виктор некогда издал знаменитую на весь мир брошюру «Молчанием предается Бог», то мог бы, хотя изредка в нее заглядывать, а не открещиваться от нее, и во сне считая, быть может, что она поломала бы его карьеру. Эта брошюрка – лучшее, что он создал. Причина же гибели Российской империи и Советской империи зла одна. Попы не наградили паству Библией великим словом великого Бога и Иеговы. Если монашество не внимало прямому повелению идти на проповедь Евангелия, то перестать кощунствовать с канонизацией всех монашествовавших, произвести их полную деканонизацию, начиная с первого до последнего. Разоконие 33.3. Истинно, он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Псалом 118.140 Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Иоанна 14.23 И Иисус сказал ему в ответ, Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. 1 Петра 2.2 Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Как нужно было не любить народ, чтобы не дать им в руки оружие, Слово Божие. И люди были разбиты дьяволом. Галатам 5.14 Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Откровение 12.11 Они победили его кровью Агнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И далее уж вовсе не знающих писания, уж тот ли Потапов или иной пишет, ставя отрицательное клеймо на человека, мы этим мешаем желанию спасителя спросить всех людей, простите, ставя... И далее уж вовсе не знающих писания, уж тот ли Потапов или иной пишет, ставя отрицательное клеймо на человека, мы этим мешаем желанию спасителя простить всех людей. А он прощает и разбойнику на кресте, и мытарю Матфею, фарисею Павлу и грешнице Марии. Маленький штришок из жизни всех этих людей упустил почему-то протоиерей. Речь идет о раскаившихся в прежней жизни. А вот этого-то как раз и нет у патриархии. Нет и у зарубежных за белое движение, породившее может быть более ужесточенный вариант красного террора. В храмах идет бессовестная торговля оберегами, вертеп разбойников, не раскаившихся. Мытарствуют табачные и водочные кириллы и прочими многомиллионными проворотами, как пишут в центральной прессе. И в этом разве можно покаяться? Патриархия может из Павла запросто сделать прекрасного фарисея и гонителя истины архиесавла. А вот наоборот, не получается, господин Потапов. Вы это по себе знаете. А про Марию лучше умолчать. Включите-ка правила на абортниц. По десять лет за дверями стоять. И многомужество отмените. Снимите мужские брюки. Мерзость запустения в совести. И храмы будут абсолютно пустые. Матфея 23, 26. Фарисей слепой очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Патриархия ни в чем не раскаялась. Этот осколок обновленчества, развративший страну вседозволенностью, причащением всех без разбору, безобразничающий лжекрещением, лжеисповедью, лжеканонизациями, лжечудесами. Еще смешнее и наивнее или преступнее высказывается, цитата, «преданной идее примирения разобщенных частей российской церкви», конец цитаты, московский профессор А. Б. Зубов. Вот его цитата. «Надо не отшатываться от нашей больной церкви, но, подобно Христу, соединиться с грешником, жаждущим исцеления, чтобы спасти его с собой. Ждать, пока мы или сами выздоровеем, или помрем». Не так действовали ваши отцы. На безумство народа они ответили жертвенным подвигом борьбы со злом и в рядах белого движения. И мне кажется, что сейчас начинается новый этап этой борьбы, но уже без материальных оболочек гражданской войны, а в истинном облике, цитата, «невидимой брани», против духов злобы поднебесных. «И вы, ваша церковь, может помочь нам избавиться от всех этих мавзолеев и статуи, гимнов и прочих гадостей, потому что у вас, святыня веры, побеждающая зло нашего мира». Конец цитаты. Пишет неверующий зубов и точит зубы на простофилях зарубежных. В первую очередь его слова патриархийные самостейники никогда не примут, чтобы сознаться, что их церковь больная. «Признать?» Да никогда во веки веком. Во-вторых, соитие двух грешников порождает только плоды прелюбодеяния. Это и будет после соединения. Тут еще путается КГБшный отпрыск. Премудрость Соломона 4.6. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетели о разврате против родителей при допросе их. «Как в Марфо-Мариинской обители стрял епископ Варнава, провокатор со стеняевым и казаками, и черно-рубашечниками, в кавычках балерина Дмитрия Васильева, оскоромились на весь белый свет своей чернотой». Так не балерина, а боярина. Слово по-славянски так боярин. Балерина получилась. Понял. Заново. «Стеняев там был». «Как в Марфо-Мариинской обители встрял епископ Варнава, провокатор со стеняевым и казаками, и черно-рубашечниками, в кавычках «балярина» Дмитрия Васильева, оскоромились на весь белый свет своей чернотой. Такое же или еще похлеще будет с желающими убрать мавзолейную мумию. «Дутое обольщение простаков, все без совета с Богом, а строится на угрозе жидомасонства, когда сами все и вытворяют. Идет соединение нечистоты». Откровение 18.2. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал! Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Надеемся, полегчает с утра, разворошит сгустившиеся тучи задача недругов разбить нас в пух и прах, тропа не вверх, а вниз и много круче. Отсеемся и будем налегке, но сенокос не даст и разогнуться, уборочная, осень на клюке и полетят предзимние и полетят в предзимье наши гуси. А мог бы тоже человеком стать, свершить деяния для памяти потомков, жизнь на алтарь спасителя Христа, но враг подъехал филигранно точно, на завтра высвободить твердо обещал, раскупорить замшелые таланты, сначала бы пристроить только чад и строим замки в воздухе и планы. Не ждите лучшего, пропойте свой псалом семейных драм, трагедии вереница, как у Давида сын Авессалон и сын Амнон насилует сестрицу. Перевороты меньшего масштаба нам не позволят слюни проглотить, и потому не ждать, а делать надо сегодня, ныне, тотчас гвоздь забить. Все заповеди на одном гвозде, любовь к создателю всем сердцем и умом, и к ближнему не где-то, а вот здесь в гостиницу из раненых возьмем. Нас испытания горшие окружат, день ото дня тернистия тропа, Бог посчитал, что я на что-то нужен, не зря не сгнил, в забвение не пропал, не постыдит надежда на Иисуса, хотя и без просвета до горизонта мрак, Он вызволит и отдохнуть даст случай, чтоб вовремя испытанных забрать. 4 мая 2006 год Игнатий Лапкин Я хотел сказать, Сергей, тут маленькое, несмотря на какие-то у нас тут расхождения, как-то вот считаешь в конце, Игнатий Лапкин, я даже распрямляюсь, как будто с под мостом какого-то поэта объявляется, ну смешно для меня. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Русская православная церковь», том 17, вопрос 3122. Кто должен признать, что сергианство изжило себя, но зарубежных тоже обвиняют, что они на службе ЦРУ? Того же отца Виктора Потапова, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Когда Христос объявил, что из этой богоизбранной группы евреев-апостолов выйдет и предатель, они страшно заволновались, и не только подозрительно могли смотреть на соседа, но главное копнули внутри себя». Матфея 26-22 Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них «Не я ли Господи?» Сергианство никогда не будет изжито, но считать, что для спасения церкви так и нужно было мудро извиваться, как говорят о Серге, это уже делается нормой животолюбцев. Цитата. Для многих прихожан РПЦЗ главным препятствием для примирения разорозненных частей Российской Церкви остается сергианство. Назовем вещи своими именами. Сергианство синоним лжесвидетельства и проявления сервилизма по отношению к сильным мира сего в самой крайней форме. Сервилизм от латинского раболепства, прислужничество, рабская угодливость. Вместе с тем нужно со всей категоричностью констатировать, что сергианство трагедия не только Московской Патриархии, но и всей Российской Церкви. Ибо церковный сервилизм не появился на пустом месте. Мирские начальники вмешивались в церковные дела на протяжении почти всей христианской истории. Это происходило и в период Византийской империи, и в пору оттаманского владычества. Да и у нас на Святой Руси государева ока, обер-прокуроры, нередко масоны и безбожники изрядно вмешивались в церковную жизнь. Вспомним двухсотлетний синодальный период Российской Церкви. Можно на пальцах перечислить, сколько раз священно-начале Российской Церкви в 18-19 веках осмеливалось возразить императорской власти, стать на защиту Церкви и паства. Члены Синода, духовная коллегия, были обязаны приносить такую оскорбительную присягу верности антиканоническому возглавлению церковной власти светским монархам. Цитата. Исповедую же склятвою крайнего судью духовной сей коллегии быть и самого всероссийского монарха, государя нашего всемилостивейшего. Конец цитаты. Российские архиереи, конечно, прекрасно понимали, что крайним судьей может быть только один Господь. И тем не менее, они почти 200 лет послушно приносили эту клятву, кроме митрополита Арсения Мацевича, до 1901 года, когда государь-император Николай II ее отменил. Такое грубое вмешательство императорской власти во внутреннюю жизнь церкви продолжалось 200 лет. Явление весьма грустное, так как оно наглядно указывает на подмеченную нашими писателями прозорливцами тяжкую болезнь нашей церкви, определенную одним из них, именно Федором Михайловичем Достоевским, цитата, параличным ее состоянием. Это сильно ослабило влияние церкви на российское общество и подготовило почву для трагических событий 1917 года. Да, сервилизм был, есть и, увы, по нашей греховности будет. Конец цитаты. Православная Русь номер четвертый 06 страница 3 Человекоугодничество позорит человека и убивает совесть. Ефесянам 6 6 Не с видимым только услужливостью как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Если бы перед Петром Антихристом, российским самодуром императором предстал апостол Петр, то ни о каком компромиссе не было бы речи. Иоанна 4 19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Врагу разрешили входить во святая святых. Почему не была объявлена тревога, как в Израиле, когда враг покусился войти в запретное? 2 Маковейская 3 18 21 Иные семьями выбегали из домов на всенародное моление, ибо предстояло священному месту испытать поругание. Женщины, опоясав грудь вретищами, толпами ходили по улицам, уединенные девы, иные бежали к воротам, другие на стены, а иные смотрели из окон. Все же, простирая к небу руки, молились. Трогательно было, как народ толпами бросался ниц, а сильно смущенные первосвященны ожидания. Нужно было просто молиться Богу о власти, чтобы Бог все как ему угодно. Варух 1.11 И молитесь о жизни Навахуданасора, царя Вавилонского и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба. О службе на пользу ЦРУ слышал, но пока никаких документов еще раз. Варух 1.11 И молитесь о жизни Навахуданасора, царя Вавилонского и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба на земле. О службе на пользу ЦРУ слышал, но пока никаких документов не видел. Думаю, что если бы православные вели себя там себя как первые христиане, то их было бы в несколько раз больше, были бы чище, и власти бы их не больше преследовали, чем иеговистов. А отцу Виктору Потапову за его брошюру «Молчанием предается Бог», да воздаст Бог Иегова милостями. Саможеление сладостно тягучее, покинутость, сиротство и измена представятся, нахлынут, станут мучить, и сам себе покажешься ты бедным, мерещится, что где-то не додали, и незаслуженной наградой обошли зарплата, ордена, мультяшные медали, там незаслуженно почти в герое влип, судьбой общипанный, на черные очки, и стратишься, рублей не пожалеешь, как не сподобились в верхах меня почтить, мумифицировать на нары в мавзолее. Пар, суета и дымное надменье с порога просятся смертельный арсенал, саможеление истинные забвения, чтоб обуянный тьмой во тьме стонал, отвергшийся себя земного я с иронией, с усмешкой на себя взирает. Какой авторитет, когда я вонь, земля, известная, как мать притом сырая, когда с Христом в восторге повстречались, там самолюбие бросим за хребет, он, совершитель веры и начальник доверившихся на руки берет. И если пожалеть, то и то лишь об одном, но почему так поздно повстречались, все прошлое постыдное пятно, и в нем саможеление, и в нем саможеление загинуло в начале. Облагодетельствовал Бог на спаче меры, усыновил, родивши и насытил, плетущегося осчастливил первым. Пусть мир в тщеславии вздымается на цыпке. Иисуса ради наше унижение смирение упущенное сможем наверстать. Есть признак здравия духовного рождения отвернуться себя и жить лишь для Христа. 5 мая 2006 год Игнатий Лапкин во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская Православная Церковь». Том 17 вопрос 3125. На что указывают те, кто с исторической стороны смотрит на сегодняшнее существование РПЦЗ? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. С любой стороны нужно смотреть и всегда только во свете Библии. Если же Библия не руководит рассуждениями, тогда только пустота шелестит и горькое сожаление о потраченном времени на чтение их лукавых измышлений. Протоиерей Георгий Митрофанов цитата для некоторой части зарубежного духовенства характерно недоверие к нашей церковной жизни. Кого-то шокирует недостаточно жестко сформулированное отношение к укоминизму. Кто-то склонен считать, что даже канонизуя среди новомучеников оппонентов митрополита Сергия церковь в России все-таки считает себя продолжательницей его политики, а кто-то недостаточно последовательное отмежевание от коммунистического прошлого нашей истории. Не случайно в связи с этим группа священников и мирян, в которую вхожу и я, в письме собору подчеркнула важность объединения еще и с той точки зрения, чтобы в нашей стране произошло окончательное развенчивание, простите, окончательное развенчание коммунистического прошлого. Главными противниками будут те, кто перешел в РПЦЗ из московского патриархата. Не случайно некоторые из них, когда наметилась перспективная линия единения, предпочли уйти в раскульническую группу РПЦЗ В Виталия, которую возглавляет митрополит Виталий, бывший председатель синода зарубежной церкви, а ныне запрещенный ею в священнослужении. Между тем, если подойти к этому процессу объективно, то не столько мы, сколько они заинтересованы в объединении. Развитие событий последних десятилетий показало, что РПЦ может существовать полноценно прежде всего на территории России. Русское зарубежье сейчас может гордиться лишь своим наследием культурным богословским духовным русские эмигранты третьей и четвертой волны по сути не пополнили русскую зарубежную церковь, а потомки эмигрантов первой и второй волны к сожалению постепенно растворяются в западной жизни. Поэтому те немногочисленные представители русского зарубежья связанные с РПЦЗ, которые дорожат своей культурной и духовной связью с Россией, которые представляют русскую церковную жизнь и признают возможность ее свободного существования в нашей стране, они-то как раз выступают сторонниками воссоединения. Вопрос заключается в том, что русское зарубежье постоянно сходит на нет. Зарубежная церковь может существовать лишь подпитываясь общением духовным, евхаристическим, культурным, человеческим с Россией и русским народом. Россия здесь, а не там. Опыт русского зарубежья, опыт существования России вне России был очень значим, но подошел к концу. расколы в церкви возникали и преодолевались испокон веков, но раскола подобного имевшего место в русской церкви 20 века не было, потому что в церковной истории не было еще такого богоборческого режима, который бы на протяжении столь длительного времени, столь последовательно, опираясь на мощь тоталитарного государства, осуществлял бы гонения на церковь. Кроме того, ни одна христианская страна мира не давала такого страшного опыта отречения от церкви потомков христиан, исповедовавших свою веру веками. Наша страна нуждается сейчас не в новом крещении, ведь она уже была крещеной страной, а в возвращении в церковь потомков миллионов богоотступников. Это делает ситуацию совершенно уникальной. Я действительно, будучи церковным историком, не вижу аналогов происходящему явлению объединению русской православной церкви в России с русской православной церковью за границей. Сегодня при анализе истории 20 века часто употребляется слово геноцид. Как правило упоминают армянский геноцид в период Первой мировой войны, геноцид еврейский, цыганский в период Второй мировой. Но самым главным и наиболее страшным по количеству жертв и продолжительности был геноцид русский. Он был страшен и потому, что уничтожались не просто русские люди, а лучшие русские люди всех сословий. При этом уничтожались они худшими русскими людьми. У тех, кого уничтожали, не рождалось потомство, а дети палачей воспитывались в представлениях своих отцов и занимали место жертв. И в результате этого страшного геноцида мы можем сегодня сказать для нас чрезвычайно важно, чтобы то немногое сохранившееся в русском зарубежье вошло в нашу жизнь для поддержания культурной и прежде всего церковной преемственности. Конец цитаты. Серафим Ганн Цитата Будет восстановлено молитвенно-евхаристическое общение. Это означает цитата возможность служить друг со другом, совместно молиться, совершать богослужение и причащаться из одной чаши Христовой. Конец цитаты. Псалом 104 31 Он сказал И пришли разные насекомые с книпы во все пределы их Левит 26 29 Будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть Иакова 5 3 Золото ваше и серебро и заржавело и ржавщина их будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу как огонь Вы собрали себе сокровища на последние дни Кто хочет быть первым тот будь слугой для нищего кормильцем для убогих развороши остывшие клюкой за упущение в том взыскать бы строго и этому приходится учить в детей вложить подобную программу на добродетель в совесть вставить чип свой эгоизм выдавливать по грамм на стадионе многие бегут потевшие не раз на тренировках их достижения под микроскоп на суд насколько преуспели стали ловки и в добродетели к вершинам устремись иди простите ищи нуждающихся в пище и одежде жилье представить в том немалый риск и за потери только а за потери только бог утешит быть первым в жертвенности на дела благие и так трудись не покладая рук не жди чтоб в честь добра слагались гимны напротив многое сотрут и переврут не огорчайся знай что твой рюкзак заправленный незачерствелым хлебом тебе вернется никогда назад но ту награду ждать не здесь а лишь на небе блажен не ослабевший в доброте не поколебавшийся а может и дело бросить за правду нужно биться и потеть а отстоять ушибленных непросто быть адвокатом лекарем и стражем у самого покинутого всеми и никогда не помышлять что скажут такую мысль не допусти под темя хочу быть первым разрушая тьму звать к благовестию старобряться в хмурых потом там на суде когда уж все поймут что защищал не собственную шкуру еще раз хочу быть первым разрушая тьму звать к благовестию старобряться в хмурых потом там на суде когда тогда уж все поймут что защищал не собственную шкуру 12 августа 2006 год Игнатий Лапкин все на сегодня паси Христос за помощь с Богом отошел так Игнатий Тихонович далекого нет вот он вот он я вот он я так вам такое предложение значит созвониться с Витей Петерилом или с Гавриилом и попробовать наладить прямую трансляцию вот сегодня занятие 6 часов значит что для этого нужно нужно по всей вероятности смартфон это у меня есть батарея есть могу привести дать вот главное установить программу чтобы люди в эфире то есть цель такая могли присутствовать и не только которые в скайпе сидят а те подписчики которые на ютубе понимаете что вот это занятие оно будет проходить в реальном времени вот в это время и люди уже как мы же привыкли телевизор смотреть что у вас только будет любимая передача уже к этого времени собираются и готовят вопросы письменно я думаю это людям будет интересно потому что ну как бы читать может быть и правильно что у нас все уже отвечено и направлять их к ресурсам и говорить об этом надо но все-таки живое ну пусть в письменном виде общения людям бы это бы понравилось и больше было бы у нас и подписчиков и вот это вот через прямой эфир можно было бы вот это все оживить вот это движение когда ну и возродить вот то вот каждую когда это было когда мы на занятиях ходили может быть и наши кто проснется предложение что у нас в коридоре то все стоят не желают а сколько желающих быть бы с рядом в реальном времени но они могут а из-за чего не могут это просто вот смартфон подключите в прямом эфире делать помолитесь об этом подумайте все надо денег я все оплачу не вопрос 10 20 тысяч этот смартфон стоит десятку батареи к нему и все и программным обеспечением чтобы вот вы включали и сразу бы шло это в эфире и Володя мог спокойно быть вопросы будете читать вот кто тут у нас разбирается программисты с ними созвониться и все помолиться об этом конечно надо идею то скайпе поддержали но значит я тебя перечисляю у тебя телефон есть ты позвони Алексею Загуляеву кого ты назвал эти двое и обязательно Вячеслава Семенова и делайте это дело я буду молиться другого я не могу ни звонить ни говорить потому что назвать даже вещи не знаю я когда этим занимался ко мне пришли на дом люди и сказали отстаньте от всего делайте дело нам вообще ничего не оставляйте я же всем этим занимался книги издавал я сразу отошел рады больше я не касаюсь так что я не против пожалуйста но это надо сделать как то так чтобы можно было допустим вы записали и можно копию снять копия не дается вот Виталий снял в реальном времени батюшка там у него был и никак нельзя себе на ютуб поставить это снять крутили крутили так и с Володей не могли как вот этот момент обязательно чтобы можно было копию снимать с этой вашей передачи да это параллельно можно и на смартфон снимать и на камеру это тут может возникнуть проблема что когда у вас же интернет там слабоватый я так понимаю вот у меня тоже вот он сколько он 400 рублей я в месяц плачу смартфон уже подключил уже нагрузка раз уже буль-буль-буль булькает раньше этого не было сейчас вот вот этот вопрос тоже в общем вы благословляете я этим вопросом сейчас начинаю заниматься плотно если сегодня к среде не сделаем буду об этом молиться больше меня нигде нету то есть все вам главное чтобы вы не против чтобы был прямой эфир люди задавали вопросы все значит относительно собрания это только надо общее собрание спросить мы говорим только мы говорим да только о занятиях да о занятиях чтобы занятия шли в прямом эфире вот и люди могли задавать вот эти вот вопросы ладно так ладно ладно так и еще такой момент значит я пробовал ну может кто-то здесь Анатолий тут я честно говоря с ютуба прямые трансляции не вел пробовал там нужно тысячу подписчиков у меня столько нету и со своего канала я не могу вести да и не надо нужно вести с канала во свете библии потому что там очень много подписчиков и мы бы могли бы это уже вот еще в более живом русле это оживить вы могли бы мне доверить вот как вот другим пароль от этого ютуба чтобы я из дома не езжа к вам мог вести прямую трансляцию но с вашего канала со своего смартфона вот такой вопрос так никогда этого не будет сразу забудь ты еще не говорил представь себе 19750 роликов и мы подставим под угрозу мне сказали ни в коем случае специалисты стали звонить с тревогой да что вы делаете я как раз и не даю так что вопрос этого даже не ставить в чем угроза ну доказывать я ничего не буду я знаю только наш самый большой в интернете со своими роликами повторяю 19750 уже через 2 недели будет 20 тысяч роликов 45 миллионов просмотров а я вдруг не знаю чего люди предупреждают не делайте этого там какие-то требования у них они могут сразу зарубить и бесполезно звонить кому-то никак нельзя пощадите меня нельзя этого делать найдите кого-то еще у кого можно у меня сокровище неприкасаемое оно мне не принадлежит и я не имею права давать разрешение ты помнишь когда мы здесь стояли когда мы вернулись из города и ты просил что получилось из этого пока ничего во дворе у нас стояли ты тоже самое предлагал никак пожалуйста даже не посягайте на это не могу хорошо допустим у вас личный смартфон там или у Володи и вы со смартфона потому что я думаю что без смартфона там не обойтись чтобы с вашего канала есть ли опасность что будет прямой эфир ведь вы же всегда говорите что вы ничего не режете у вас все как это есть материться там с ютуба ни у кого возможности не будет у них будет возможность только письменно задавать вопросы вот в скайпе любой ни под каким видом канала не касаться даже миллиметром никак это отпадает разговор не тревожьте даже меня не дам никогда не дам сделайте вас много и кому-то что-то решение нельзя этого делать меня убедили в этом на сто процентов вы рискуете что нельзя делать так я доказывать не буду не разрешаю все подождите я хочу выяснить чтобы чтобы понятно вы боитесь что если с вашим выслушайте меня я должен понять Игнатий Тихо чтобы с людьми разговаривать я ничего не могу говорить я нутром чувствую нельзя этого делать и меня бог сразу накажет у меня уже было это что нельзя Игнатий Тихо нельзя с вашего канала вести прямые трансляции нужно чтобы вы ввел прямую трансляцию с параллельного канала с какого-то как хотите не трогайте меня и канал не задевайте я умоляю прошу и отошел вы перед этим только что благословили а теперь идете в заднюю включили я не пойму почему вы боитесь потерять каналы Сергей послушай речь-то не об этом шла с канала речь шла вообще нужно ли это я согласен нужно а ты представил сзади я дал по пятной не я вы навешиваете после договора мы еще мы еще договор никакой не заключили то есть идея чтобы наши занятия были на ютубе в прямом эфире согласен вот вы свой канал вы свой канал для этого боитесь предоставлять потому что он каким-то образом может этому повредить оно и понятно ваше опасение и правильно может быть я точно не знаю потому что может быть вы зря боитесь а может быть не зря с доводами с доводами говорили как это дело за этим следят и сразу отрубают мгновенно мы не знаем кто-то может говорить что-то два слова и нас нету зачем мне это нужно крокодилу в пасть залазить Игнатий Тихонович дело в том что говорить люди не смогут вот в скайпе вот то что мы сейчас делаем любой может зайти помните как у нас было один в скайпе зашел и там что-то там начал и говорить и писать всех повырубало это скайп а это ютуб и вот и в ютубе зайти и что-то говорить и материться у них не будет возможности у них будет возможность только не в записи смотреть а в реальном времени все идея только вот не касается ни меня ни моего канала не дам ни под каким видом хорошо тогда как вы себе это представляете чтобы зритель смотрел в реальном времени наши вот эти вот ваш зритель вашего канала вот он не в записи хочет смотреть а хочет реально присутствовать и реально задавать вопросы письменно это же здорово или не надо этого делать если касается ко мне никто на ваш канал не посягает просто сама идея что не в записи а в реальном времени вы же все записываете ничего никогда не монтируете никогда вы ничего не монтируете согласитесь когда делаем вот эти вот занятия даже я начитываю там сморкаюсь там чихаю чешусь там пью вы все это выставляете о у нас все там открыто все там замечательно мы ничего не боимся вот если вы ничего не монтируете чего боитесь что вас закроют вы замки снимаете с каких роликов не трать время я сказал нет даже разговоры не ведите об этом табу полное стопроцентное почему то есть вы боитесь что из-за того что кто-то закроет ваш канал из-за того что кто-то почему что кто-то может войти а возможности не будет войти у него я тебе говорю что я это на уровне духовном отвечаю я молюсь и мне внутренний голос говорит не делай этого и мне больше доказывать не надо а было что я против сделал буквально в ту же минуту и бог наказал нет ну было же такое что вы когда-то что-то были против вы были против телефона вам внутренний голос говорил что не нужно телефон потом вы его взяли и было всем благо потом с сайтом тоже внутренний голос вам говорил что было против потом послушали сделали и было все нормально я не приемлю лжи никакой во первых никогда не говорил против телефона я не звоню Зачем ты на меня накляпываешь сейчас? Никогда не говорил и не мыслял. Да как я не накляпываю, Игнать Тихонич? Вас уговаривали взять сотовый телефон. Вы что, забыли, что ли? Так, нахальничать на меня. Я сейчас отключусь и отойду. Я не нахальничаю. Я говорю, что как было. Вас же уговаривали взять сотовый телефон. Вы же сначала не хотели, когда у вас его вообще не было. Я привожу пример. Это большая разница против или не против. Я не хотел и обходился без этого. Я не хотел брать телефон. Это деньги стоит. Причина одна. А ты теперь не хотел. Внутреннее что-то. Этого не было. Ты все наворачиваешь. Ложь это стопроцентная. Я не хотел. И поэтому я никому не звоню и сегодня. Один раз в году застряла машина. Там ехали. Вот в ЧП. На МШС позвонил. Я не звоню, повторяю. И только что меня возили в Билайн. Они прицепились и какую-то услугу сделали. Узнавать будущее. Глупости. Я в самые высокие органы обращаюсь, чтобы вернули мне 10 рублей. Хорошо. Тут значит остается другой выход. То есть искать параллельный канал. Может быть это канал будет Вячеслава Семенова на ютубе. И чтобы он с него вел трансляцию. Прямую. Как это возможно тоже. Анатолий, ты не сталкивался или вот тут сейчас Стас сидит. Просто я в интернете смотрю ролики прямых трансляций. Они как скримы называются. Или как. Что есть. И там много просмотров. И люди именно из-за прямого эфира оживляются. Им это интересно. И как это сделать технически. При этом что Игнать Тихонович против, чтобы с его каналом все это делали. За мной и правильно. То есть лучше канал сохранить, если есть какой-то риск. И есть ли он риск нужно выяснить для начала. Ладно. Спосредственно я не сталкивался. Но там вроде как программная... Вообще есть правильный... Чтобы свои имена ставили. Ни королей никаких не надо. За этим тоже что-то кроется. У нас правило такое. Своя фамилия, имя, своя фотография. Сделать. Сделать это немедленно нужно. Следующее занятие, чтобы они были по нашим условиям. Притом мы ничего не требуем другого. То есть вот я как представляю. Послушайте. У нас были занятия в университете. Любой мог прийти. Но было правило, что подавать только записки. И с места никому ничего не говорить. Запрещено было говорить. Но у них была такая возможность. У этих людей. Но правила их сдерживали. Мы записки писали. Вы на эти вопросы отвечали. Эти вопросы, слава Богу, в Библии есть. Но они же вопросы продолжаются. Жизнь идет. Сейчас люди хотят задавать вопросы в реальном времени. Они могут только записки подавать на ютубе. Это не скайп. Это не скайп. В скайп я никого пускать не буду. Речь говорит, что... Сергей, я тебе сейчас объясню. Причина. Когда там в реальном времени идет переписка, люди задают вопрос, они же еще между собой переписываются. Они могут, например, Путина долой там написать. Еще что-нибудь такое против власти. Вот за этим-то угроза-то и стоит. Что за прямыми эфирами люди наблюдают. Те, которые там на ютубе находятся. Вот в этом-то вся и угроза. Что какие-то посторонние люди могут писать не то, что надо. Не божественно. Об этом речь-то идет. Ты на занятиях университета. Ну, посмотри. Понятно. Понятно. То есть надо, чтобы в прямом эфире не была видна эта переписка. Понял. Потому что, когда, допустим, прямые эфиры идут, и там девушки сидят, им задают вопросы, они говорят, они сами выбирают это вопрос. Вот. И когда с Путиным конференция, то есть он рискует, что человек с места могут задать такой вопрос, что он в лужу сядет. Поэтому, ну, он идет на это, как бы. А мы на это пойти не можем, потому что угроза этому каналу из-за этого будет. Поэтому надо как-то сделать так, чтобы люди могли задавать так вопрос, чтобы кроме нас никто его не видел. И мы выбираем, озвучивать этот вопрос или не озвучивать. То есть как бы они в личку эти вопросы задавали. Как-то надо так сделать, я так понимаю. Нет. Или вообще с этим не замарчатся? Ты поговори с этим, с братом, которого ты назвал сегодня, из компьютерщиков. Говорил. Прежде чем начать с ним говорить, я должен переговорить сначала с сигналом Тиховичем. Он благословляет, потом отдает заднюю, я там все сделаю, а он говорит, а мне это не надо. Нет, нет, он запретил же, ты же его слышал. Потому что тут даже разговоров нет. Просто я говорю, есть параллельные каналы. Как это сделать? Он очень сильно разбирается в этом. Он же учился на все это. Хорошо, то есть идея одобрена только вот с параллельного канала. Да. И я вчера тоже ролик смотрел. Тоже там одна девушка выступала, и она говорит, мне пришлось создать параллельный канал, потому что меня стали закрывать из-за вот этих прямых эфиров. А вот эти параллельные каналы, их можно открывать и закрывать каждый день. Ну, Виталий тоже мне это говорил на ютубе. То есть каждый день открыл этот канал, сделал прямой ролик, его захлопнули. Но нам не надо, чтобы вот этих, наш-то канал, чтобы он оставался, а те хлопать. И ради чего опять нужно это, как бы, для себя понять. В общем, будем молиться. Я вот эту идею, как бы, озвучил, что Гаврилл, он же с форумом, тоже очень здорово помог-то. И он понимал, как это все раскручено. Тоже это не... Помнишь, мы там даже сидели специально и кликали, как бы, все это... Ну, просили, чтобы рейтинг повысился. Вот. За этот рейтинг борются все очень сильно. Вот. А рейтинг канала нужно именно повысить. Поэтому и как-то с ним надо связывать. Ладно. Все, с Богом. Сошел. Мы молимся. Если это от Тебя, Господи, сделай это как угодно Тебе, чтобы люди прославляли, видя наши добрые отца Тебя, отца нашего небесного. Если же эта мысль не от Тебя, Господи, да пусть ничего не будет. Будет как все как есть. Ты говоришь, слава восстылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. С Богом отошел. Так. Сейчас, кто тут? Стас у меня, да? Стас, ты хотел... Ты слышишь меня? Включай эфир. Микрофон. Коврик Стас. Вы меня слышите? Если слышите, включите микрофон и скажите «да». Если вы отошли, то перезвоните тогда мне, если в записи услышите. Вы хотели помогать, делая картинки? Я бы мог сейчас вам показать, как это делать, обложки для роликов. Странно, вот люди в чате есть и их нет. Я не пойму, зачем они тут тогда что-то делают. Сколько раз уж. Роликов тот сознался, я включаю записи и иду работать дворником. Понятно, у меня мысль, что он включил и спать завалился. Тут тоже. Вчера Стас пишет «хочу помогать». Я сейчас говорю «где ты, чё, давай научу». Нету никого. Ладно, отошел. С Богом. Он дал свое восторг. Ну, я не знаю, что я знаю. Я αυτая есть в день. И мы дырели на война накопreibt. Хочу внимания. До пары, что делать? Christianity mas consumed. Только сюда и сюда ocean. Нет, нет. 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 Управлю, загрузки еще раз, ну, что же есть? Ну, вот она уже летает. Вот, не надо, все равно не будет. Не надо, а потом, что-то, да, а потом. Пусть у нас прямой лист. И он, в общем, вот эта прямая лица идет, а не тут это дело. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok